доброе утро всем аж заговариваюсь еще до сих пор знаете сколько у нас время и почему так темно 6 48 представляете и что нам не спится нет да спать и спать или на чего-то перешла на такое обучение что надо школу ездить не знает так бы спала так бы спала а я виновата да я виновата представьте короче мы собираемся мы вернее уже собрались школу первый день сегодня в школы и единственный на этой неделе сегодня вот у нас ездят в школу а маска твоя где у нас же масочный режим бери ее должна ездить на автобусе в маске водичку забыла короче первый день называется воду забыли а там воду пить нельзя будет в школе там у них были фонтанчики раньше но с этих фонтанчиков теперь воду пить нельзя там вообще будет отключено все и забыли мы воду и я хотел я говорила что я надо поставить сумку лучше дыхал теплую пила в общем остались без воды ладно переживем завтрак у них будет в школе я не знаю если вели на будет брать завтрак или нет для хайскуловцев для тех кто в старшей школе учится завтрак будет платный до 9 класса завтраки бесплатные в школе у нас теперь опять же это в нашем городе и в нашем министерстве образования то сейчас скажут что я за все не у джорзи говорю теперь в маске не должны будут находиться в автобусе они должны будут садиться именно на то место которое подписанное я так поняла что там какие-то надписи будут в школе естественно не будут в маске обеда у них не будет так как в школе они будут находиться всего лишь четыре часа и домой они будут возвращаться в начале первого поэтому обед у них уже будет дома какие еще новшества компьютер который им давали на время дистанционного обучения они берут с собой и будут брать его каждое утро с собой и приносить назад домой чтобы затем оставшиеся три дня недели обучаться по компьютеру школьному значит так как наша фамилия выпадает на l поэтому обучение с понедельник и вторник вчера у нас был праздник поэтому они не учились среда будет как день когда полностью будут вычищать всю школу вымывать дезинфицировать и среда четверг нет четверг-пятница будет обучаться дети у которых фамилия начинается на м и туда дальше вниз так что еще вам говорили какие новшества так все но потом как пройдет первый день приедет спросим еще что там по классам они ходить не будут как раньше учителя будут нет по моему у тимы точно даже если например у них какой-то там урок был должен был быть другом классе учителя будут приходить к ним в общем по классам ходить нельзя и по коридорам у них будет разделение группа по классам или как в общем я не знаю как там будет все происходить будет проходить в общем в одну сторону и в другую сторону как бы вот так знаете таким потоком беспорядочным ходить не будут там будут общем стрелки по коридору это направление только в эту сторону а это направление например только в эту сторону я знаю что филадельфии дети детей в школе разделили так что по этой лестнице например только поднимаются а по этой лестнице к примеру, только спускаются, но у Велины так не получится, скорее всего, потому что у нее школа большая, и если по одной лестнице только спускаться, по другой лестнице только подниматься, это будет очень много времени уходить. Ну, посмотрим. Пройдет первый день обучения, спросим, что и как. И у Тимы потом спросим. Ну, там остановился автобус на другой стороне, пришлось бежать, потому что мы не знали, где он будет останавливаться. По идее, он должен останавливаться на этой стороне, чтобы дети не переходили дорогу. Потому что очень разные водители есть, которые не останавливаются на предупреждающие мигания светов этого, скулбас автобусов школьного. Ну, в общем, будем знать теперь, что он останавливается там, чтобы уже ждали на той стороне. Село где-то четверо или пятеро детей сели на автобус. Все, поехал. Ну, все, доченька с Богом. Она очень волнуется, очень переживает. Я волнуюсь вместе с ней. Ага, я вижу ее. Одела капюшон на голову. По-моему, это она. Так, все, я поехала будить Тиму. Еще раз всем доброе утро. Я снова в машине. Второй раз уже в этот день. Теперь на этот раз я провожаю Тиму. Не знаю, Вилина уехала. Новостей никаких, естественно, нет, потому что в школе она не имеет права пользоваться телефоном. Так, теперь у нас едет Тима. Те же самые условия, те же самые требования. Тима сегодня мне сказал, что их учительница уже предупредила, что если они будут играть на игровой площадке, то чтобы они держались друг от друга на расстоянии. Он говорит, это очень грустно, и он хочет играть со своими друзьями, но он хочет ехать в школу. Тима Диона Гоучи Скол он хочет. Представьте, когда в наше время дети хотели ехать в школу, а мои хотят. Так, сейчас посмотрим. Это не наш случайно автобус? 132-й, нет, это не наш. У нас 20-й автобус. Так что начинается наша школьная жизнь. Ну, как я уже сказала, на этой неделе всего лишь один раз, но потом со следующей недели они уже будут ездить по два раза в школу. что хоть какое-то разнообразие для них. Конечно, Тиме будет сложнее в школе в том плане, что у него школа заканчивается в час с чем-то, час 10, что ли, и до этого времени без обеда. Вот это он, что сейчас позавтракал, хлеб с нутеллой, и это все, и это до часу там с чем-то дня. Ну, я сказала, что Евелина будет дома, чтобы она его покормила, чем-то, что-то ему подогрело, потому что ребенок, естественно, приедет голодный. Также взял с собой свой компьютер, и он мне сейчас утром сказал, что есть такой веб-сайт ABC, и там это как игровой обучающий веб-сайт. Там они играют и в то же время обучаются. и он сказал, что там есть уже какая-то игра, которая обучает детей, как сделать маску. Не знаю, я не смотрела, что это и как это, не вникала сильно. И он мне начал объяснять, что насколько маска важна, что обрабатывать руки, вот этот хендсантайзер очень тоже важен. Ну, что я вам скажу, мозги у ребенка уже промыты. Эвелина еще как-то к маске более скептически относятся, а он, конечно, уже как настоящий американец. Ну, конечно, не все американцы тоже это все серьезно воспринимают, но в большинстве случаев у многих мозги уже промыты и очень хорошо. И когда Тиме начинает что-то объяснять, он столько политики этой насмотрелся за этот карантин, что я просто диву даюсь, что они делают с нашими детьми. Ну, все. Если что-то еще вспомним, ну, потом, естественно, уже сделаю интервью после школы, уже поговорим после школы, что и как все было. Ну, все, вот и Тимоха поехал наш. Это уже Тимин автобус. Давай, Тимочка, с Богом. Хорошего тебе дня. Все, Тимоха поехал. Ему разрешили идти домой самому, кстати. Так, итак, у нас уже вечер, и я решила взять у Евелины интервью по поводу прошедшего первого школьного дня. Конечно же, школа у нас началась еще в сентябре, но сегодня они вышли первый раз поехали в школу. Так, первое, ты была в маске, в автобусе. Да. Когда вы приехали в школу, вам проверяли температуру? Нет. Хотя они сказали, чтобы мы им дома проверили температуру, и что им в школе тоже будут проверять температуру. Но дома я, естественно, не проверяла, потому что я же вижу по своим детям, что они здоровые, и в школе, значит, вам тоже температуру не проверяли. так, сколько человек было в автобусе? Где-то шесть. Ну, представляете, там где-то сидячих мест около, не помнишь, сколько сидячих мест в автобусе? 22 год. 22 сидячих места? сиденья 22. 22 сиденья. И всего лишь шесть человек было в автобусе, и каждое сиденье персонально для каждого человека. То есть, а где была надпись на твоем сиденье? где-то сверху у нее это... У водителя была бумажка там на это... Кто где-то должен съесть? Да, написано было там. Да? И ты кто возле окна, кто там это... Ты где сидела? Не, возле окна. Возле окна? Нет. А, нет. Возле тебя никто не сидел? Нет. Так, когда ты приехала в школу, что было дальше? Ну, пошли в классы. Вам показали, в какой класс идти? Ты же вообще первый раз в этой школе. Ты же там вообще никогда не заходила даже. Ну, спросила там секьюрити везде стояла. Секьюрити – это типа как охрана? Да, это... И вы показали, куда идти. Да. Как бы сказали, куда идти. Но, Евелина говорит, там очень трудно ориентироваться, потому что здание большое, она никогда не училась в таких больших зданиях, да? И, конечно, было немножечко, как говорит, сложновато ориентироваться. И тем более, там школа, она состоит из нескольких таких коридоров. Например, там крыло-то, крыло-эй, крыло-би, крыло-си. И нужно было ориентироваться. Евелина говорит, случайно зашла не в то крыло, не в тот класс. Ну, представьте, первый раз. А действительно, в американских зданиях ориентироваться очень трудно. Мало того, что они могут ещё вот так по кругу располагаться, все эти кабинеты, да? Ну, я всегда путаюсь. Вот сколько Евелина была в шестой, седьмой, восьмой классов, в средней школе и в младших классах, когда она была, я никогда не знала, где искать их класс. А это вообще огромная школа. Сколько? Два этажа в школе? Да, ещё один, одна ещё, билдинг. Мало того, что двухэтажное здание, так оно ещё и состоит из двух зданий сама школа, знаете? Ориентироваться действительно очень тяжело. Теперь в классе сколько примерно детей было? Ну, в всяком классе по-разному. В моём самом первом классе там пять детей было. Они меняются классами? Кстати, я говорила, что они классами меняться не будут. Нет, они менялись классами, они ходили из класса в класс. То есть не учителя к вам ходили, вы ходили в класс. Вы сидели всё это время в маске. Вам снимать не разрешали. Вас предупредили. Да. Даже нос открыть нельзя. Представьте, даже нос нельзя открыть. Так, что-то ещё хотелось спросить. Да, когда класс заканчивался, и вы должны были переходить в другой класс, то что вы делали? Протирали, говоришь, да? Да, протирали два парты. Там салфетки есть какие-то? Угу, нам давали салфетки. Ага. И Велина говорит, из одного класса в другое, чтобы перебежать, давалось сколько времени? Две минуты. Представьте, а если класс расположен, ну, как сказать, классы расположены не рядом, не друг с другом, а может быть в другом крыле расположены, то две минуты нужно было на то, чтобы успеть из одного класса перебежать в другой класс? Ну, там не так много детей, так что когда разобрался, куда идти, то... Ну да, если ты не знаешь, куда идти, то, конечно, дополнительная проблема. У Тимы примерно всё точно так же было, я у него спрашивала, ну, у него класс, школа меньше, конечно, намного, и так как у него ещё младшая школа, то они из класса в класс не переходят, у них одна учительница, практически на все предметы. Так, теперь, ты сказала, что на следующей неделе у тебя начнётся уже что? Гитара. Довольная, как слон. Да, Елена у нас берёт гитару, и, конечно же, мы всё покажем. Что значит берёт гитару? Урок гитары у неё будет. Ноты ей учить уже не нужно, она у нас учила это, когда играла на флейте. В каком классе ты начала играть? В четвёртом классе начала играть на флейте. Ну, гитара там немножко по-другому там. Но всё равно до Рэми и Фасоль и Си тебе уже не надо изучать, правильно? И где они расположены, тебе тоже уже не надо изучать. Если, например, они написаны на листочке, это уже легче будет. И на следующей неделе, значит, она будет уже учиться играть на гитаре, и у меня будет хорошая помощь в проведении урока в Библии, и я надеюсь, что у неё всё получится. Главное, чтобы не бросила. Но это на год урок гитары. Ты можешь взять в десятом классе потом? Да, я думаю, что так. Когда... Так, значит, завтрак у вас был? Нет. Нет? Нет. Ха, интересно, написано было, что будет завтрак. Ладно, с завтраком пролетели, хорошо, что покушала дома. Обед? Не было. Обед у них нет, но им предлагали взять обед. Как тебе? Школьный обед. Это уже неаппетитно вообще. Кстати, Тима свой обед принёс, я даже не стала его снимать, потому что там сэндвич, и то Евелина говорит, что Тимин сэндвич выглядел лучше, чем с её школы сэндвич. Я не стала это снимать, потому что это выглядит действительно неаппетитно. Морковку я использовала сегодня же. Там были кусочки морковки порезанные, я её использовала. Они невкусные. В прошлом году вроде пробовала тем морковь кишкой. Потому что они не маленькие, они большая морковь разрезана на кусочки. Я её уже использовала, когда обед готовила. Обычно морковь вкусная, но та вообще такая. Неская такая. Невкусная. Значит, Евелина обед у нас брать не стала. Тима взял свой обед, принёс его домой, что-то он выпил, что-то... Сок, наверное, там был сок, молоко, я видела, что он выпил. И фрукт какой-то был. Да, апельсин вроде бы. Апельсин был, но Евелина вообще не захотела. И тем более, что за это нужно платить, за то, что выглядит неаппетитно и половину потом выбрасывать, что ли, потому что, ну, действительно, оно... Не хочешь кушать этот сэндвич. Там несколько кусочков ветчины, вот я у Тимы посмотрела. Сыра даже не было вообще. У Евелины там тоже какая-то колбаса, говорит, была. Ну, это колбаса невкусная, про которую она говорит. И у Евелины был сыр. Но даже ничем не помазанным, ни кетчупом, ни маслом, ни майонезом, никакие овощи не положены. В общем, ерунда. И они брать, естественно, обед не будут. Так на этой неделе у них теперь будет три дня дистанционного обучения, что у Тимы, что у Велина. А со следующей недели уже понедельник и вторник они будут обучаться школа. А потом три дня снова дистанционного обучения. Но вот пока до 13 октября у них было полностью дистанционное обучение у всех классов, у всех букв, то они должны были как бы отметиться в классе до 8 часов. Теперь у них уроки будут начинаться даже вот эти три дня дистанционные уроки будут начинаться в 7.33, как и у обычной школы. Потому что учительница будет вести одновременно урок для тех, кто будет находиться в классе, например, с буквы А по букву Л, как наша буква, наша фамилия на Л начинается. И они будут находиться в классе и будут слушать учительницу, будут слушать ее тему. И точно в это же время те дети, которые находятся дома с буквы М по букву Зи, они в это же время будут смотреть класс, ну, как учительница будет объяснять. Заканчивается один класс, они будут переходить, которые дети в школе будут переходить в другой класс, а те дети, которые находятся дома, они будут переключаться в другой класс, как бы на другой класс будут переключаться. и вам еще дали маску когда вам дали маску как только вы приехали первом классе первом классе дали маску забыли снять потом сфотографирую и покажу ее но маска безобразно что и принесешь я пока отключу черепашка нельзя вот такая маска для носа есть пространство не прилипает она да но дышать тяжело в не какой прилипает прилипает а в какой легче дышать в этой или которую тебе тетя не нашила ну в этой лучше в этой лучше дышать и вот здесь вот такая надпись это надпись школы где учится и вели на вайланд public schools у тимы точно такая же маска им это дали в школе это маски который можно стирать тима свою маску говорит в школе оставил зачем-то не знаю эвелина принесла ее с собой ну так как два дня школы и как раз у него две у них две маски одна моя сестра шила и 2 вот это в школе дали только одну оденут в один день от другой один другой день и потом будем стирать и затем снова так использовать так что еще там может добавить физкультура у вас будет ну да там задание будут давать а так спортивных этих не будет никаких там отжиманий приседаний вот что как раз можно и после карантина этого не будет а какие задания письменные что ли будут давать написать 30 слов 30 раз да упражнение для руки будет в общем надо бы чтобы занимались дети смотри в им нужно и ничего этого не будет можно будет пользоваться шкафчиками в школе у них есть такие шкафчики где они оставляют свои сумки и это были очень нехорошие шкафчики ну по как бы по разговорам мои племянники там все учились потому что очень часто в этих шкафчиках находили наркотики у нас эта школа славится к сожалению этим самым распространением и я очень рада конечно что все так сложилось что этими шкафчиками пользоваться будет нельзя и надеюсь что доступ наркотиков в школу будет гораздо меньше конечно найдут они и другие любые способы но надеемся что как-то будут это хотя бы таким образом пресекать нельзя в школе пользоваться кофтами которые с капюшоном но можно одевать кофты которые именно принадлежат вот вот этой школе или как сказать вот этому министерство образования марка школа и школы школы правильно ты говорила школы как вайланд хайску только вот именно кофтами этой школы можно будет пользоваться школьную как бы одевать поэтому мы будем обзвание всех своих племянников и спрашивать у них может у них есть какая-то кофта чтобы вели на могла одевать ну все наверное пути мы как бы особых тоже таких новостей нет ну тима очень рад был что поехал в школу что съездил в школу какое-то разнообразие знаете за 7 месяцев они уже засиделись дома и они были рады проветриться даже просто проехаться на автобусе ты соскучилась за автобусом если честно нет правильно и говорит что если честно нет а тима соскучился за автобусом и он когда увидел еще такой маленький автобус но он был рад поехать сам шел домой хотя мне говорили что ему самому домой ходить нельзя потому что у него проблемы со слухом и он ездит он находится на специальном образовании и он ездит на специальном автобусе для детей с особенностями потому что там бывают и аутисты и дауны и инвалиды на колясках но я спросила утром водителя автобуса на склада получится в четвертом классе ему можно идти самому домой так что дошел благополучно все хорошо и я рада что они даже могут хотя бы вот эти почти километры от остановки до дому пройтись пешком подышать воздухом потому что были дни когда они воздухом не дышали вообще не выходили особенно сейчас вечером темно и они не выходили на улицу ну наверное все думаю что все если у вас будут какие-то вопросы по американскому образованию по американской школе потому что я делала видео по американскому образованию но сейчас эти видео все не актуальны, потому что все резко изменилось за этот год. Если у вас есть какие-то вопросы именно по новой вот этой системе образования, в период такого, ну, полукарантина, задавайте вопросы. Мы с Эвелиной можем выйти в прямой эфир в одно из воскресеньев и пообщаться вместе с вами именно на тему американского образования. Все, всем пока, всем до новых встреч, всего хорошего, здоровья, берегите себя. Всем пока еще раз. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok